Я из Симферополя занимаюсь защитой интересов частного бизнеса, частных структур, у которых то выкупили, теперь национализировали имущество. В общем, простыми словами отобрали, как говорится, без суда и следствия. Очень позитивно и радостно, что ваше законодательное собрание не пошло по этому пути. Это очень верно, хотя бы потому, что это не нарушает Конституцию Российской Федерации. Сейчас идут споры, то есть власть пытается сказать, что это на благо Крыма, на благо Севастополя, а мы говорим, что нужно жить на благо, но соблюдая законы Конституции. Причем большинство россиян, живущих на материковом пространстве, тоже говорят, что мы Конституцию принимали на референдуме, мы за нее голосовали, и мы не позволим ее нарушать. И вот получается дилемма. Власть говорит, что это мы делаем во благо, но тем самым нарушаем закон. А мы говорим, что зачем такое благо, если это нарушение закона. И вот частный пример Севастополя, это есть у вас автовокзалы, сеть автовокзалов. Эти автовокзалы принадлежат частной структуре проминвест холдингу. И Миняйло, ваш губернатор, выносил этот вопрос на ЗАГС собрание, о том, чтобы ЗАГС собрание 27 числа национализировало эти объекты. Как известно, национализация не произошла, ЗАГС собрание отказалось голосовать. Тогда Миняйло, насколько я понимаю, сам национализировал только вот этот завод, который как бы принадлежит Порошенко. И все. По поводу автостанции никаких решений не принималось. Ни в Крыму, ни в Севастополе. Мы, как бы, обрадованы этим известием, пришли в прошлый понедельник на предприятие, ну, на объект, на автостанцию, с полным пакетом документов для того, чтобы начать работу. Как она была в Украине. То есть, хотели все это продолжить. Потому что некоторые события в Крыму по захвату предприятия Крымавтотранс не позволяли этого сделать. После 1 марта был создан ГУП Крымавтотранс, государственное инвентарное предприятие, и эти объекты были брошены, по сути. Мы решили в законном поле Российской Федерации начать работать. Однако были удивлены тем, что там находится ГУП Севастополя, СЕВавтотранс. Мы попросили их предъявить документы, на каких основаниях они тут находятся. Они нам предоставили распоряжение губернатора о том, что он им поручает обеспечить сообщение автобусное. Ну и там ряд пунктов. То есть, фактически он своим велением отдал им эти автостанции и разрешил там работать. Ну, простыми словами, создал им крышу для бизнеса, для государственного инвентарного предприятия. Мы попали на прием в этот день губернатору. Ну, ничего вразумительного, на каком основании он там находится, он нам не ответил. Более того, он не смог ответить на вопрос, что с этим имуществом. Мы ему пояснили, что мы обратились в Следственный комитет Севастополя о том, что вот такое распоряжение губ – это уголовно наказуемое деяние, потому что это превышение полномочий в лице губернатора и, соответственно, препятствия незаконной деятельности нашего предприятия. Это тоже статья Уголовного кодекса. Заявление подали, ну, на что губернатор ничего не ответил, сказал нам, что мы ничего не понимаем. Стал говорить о каких-то мифических соображениях интересов Российской Федерации. Ну, и в конце все свелось к тому, что покажите, какие у вас есть документы. Мы показали, что у нас есть. Это было решение суда седьмого года о признании правособственности. Это были регистрации правособственности по украинским законам. Это были акты приема передачи, внесение в уставной капитал промандисхолдинга этого имущества. То есть все в соответствии с законом. Ну, были абсолютно нелепые требования предъявить свежие регистрационные документы. То есть под видом того, что мы могли еще десять раз это имущество продать, не продать. Ну, на что я как бы предложил представителю губернатора сначала объяснить свою позицию, каким боком он к этому имуществу. и сказал, что этих документов вполне достаточно. Они сказали, что тогда разговор у нас не получается, и они будут выяснять всю историю происхождения этого имущества. У меня по этому поводу даже с губернатором такой спор возник, что я ему сказал, что вы же не прокурор и не суд, чтобы здесь сделать такие заявления о том, что вы будете выяснять. У вас для этого было достаточно времени, и в принципе все это сковано процессуальными сроками. Ни у кого никаких сомнений никогда не возникало, чье это имущество у вас вдруг возникло. Ну, и даже если у вас возникли такие споры, давайте вы, мы будем работать, а вы выясняете. Это же не основание, что вы будете, тем более я его просил назвать какие-то сроки проверки или там решение вопроса. Он так уклонился от ответа. То есть я из всего разговора понял, что вопрос для него решенный, имущество он не собирается законному владельцу возвращать, и все время звучала нотка, мы будем смотреть, как там в Крыму у вас дела обстоят, мы же тоже в Крыму все автостанции судимся с Государственным Советом и с этим министром. Вот как у вас нам будет обстоять, и по ходу этого разрешения вопроса я тоже буду принимать решение. То есть, с чего я делаю вывод, что, к сожалению, губернатор у вас в Севастополе не самостоятельное лицо, он не способен принять самостоятельное решение, а тем более он не способен жить, что называется, по закону. И, на мой взгляд, это все усугубляется, может быть, так скажем, круговой порукой здесь Следственного комитета, прокуратуры, полиции, которые абсолютно не способны здесь становить закон Севастополя. Почему? Потому что, ну, правонарушения длящиеся, до сих пор эти люди там находятся, должной реакции практически уже неделя, да? Никакой нет. То есть, по сути, там на поверхности лежит состав преступления, заявления все поданы, документы поданы, однако никакой реакции нет. Из чего я делаю такой вывод? Ну, хочу вам сказать, что мы все жили в Украине, да, и одним из условий вот такой ситуации сейчас на Украине, это было полное игнорирование законов. То есть, законы были, но их никто не исполнял. В том числе и Конституция. Конституция в Украине была самая прогрессивная, остается в Европе, однако она декларативная, то есть, никто не собирался там не обеспечивать ни землей, ни бесплатным медицинским образованием лечениям и так далее. И вот я не хотел бы, чтобы здесь, в Крыму, в Севастополе, чиновники шли по такому же пути, как Украина. То есть, есть закон, он должен соблюдаться, нравится это кому-то или не нравится, а строить политику субъекта Российской Федерации, которым является Севастополь, на основе своих субъективных умозаключений. Я считаю, что это неправильно. В принципе, все. Жанн Викторович, каково положение сейчас, где он работает? Да, на этих автовокзалах работает государственное унитарное предприятие, ГУП, Севастополь, Крыму, Севавтотранс. То есть, пришли свои руководители? Да, да, да. Еще я вам скажу, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, вот то оборудование, те кассовые аппараты, на которых они работают, это имущество Крыма-Автотранса. Это физическое имущество Крыма-Автотранса. Это его собственность. Причем, я говорю простыми словами, на самом деле это имущество тоже было арендовано у какого-то там предприятия. То есть, оно находилось не в собственности, а в управлении Крыма-Автотранса. По каким документам они завладели этими кассовыми аппаратами? Да всем. Все, что находится на автостанции, это не имущество ГУПа. До сих пор остается мне неизвестным. Так вот, на сегодняшний день они полностью нарушают финансовую дисциплину. В связи с чем? Чтобы работать на этих кассовых аппаратах, они обязаны их зарегистрировать в налоговой инспекции. Они их не зарегистрировали, в силу того, что их зарегистрировать на сегодняшний день невозможно. Потому что по законам вот эта регистрация, она будет единоразовая, от первого лица, вот чьи эти аппараты, и в следующий раз нужно уже покупать другие аппараты. Немножко сложная система для понимания. Но чтобы вы понимали, то есть сейчас они работают на незарегистрированных кассовых аппаратах. Что они догадались сделать, так это только в кассовом аппарате поменять верхушку билета. Раньше был ПАО АК Крымавтотранс, они сейчас заменили на ГУП СЕФ Автотранс. Все остальное, процедура, которая должна происходить, это регистрация в налоговой, заключение договор с перевозчиками и так далее. Они этого ничего не делают. Куда смотрят органы, в том числе и налоговая служба, большой вопрос. Я вам говорю, что идет как бы между собой. Понимаете, вот я называю Крым это феодальный анклав. Я не хотел бы, чтобы вы в Севастополе превратились в феодальным анклавом, когда один-два человека будут здесь всю политику делать, несмотря на какие законы. Нам немного для понимания. Могли бы вы объяснить, вы говорите, сеть автовокзалов. Что это за точки, что не себя. Смотрите, вот этот вот автовокзал, который возле железнодорожного вокзала, автостанция, потом, где там еще, Инкерман, поселок Кача и Четыре вроде их. Четвертый. Четвертый находится на северной стороне площадь Захаров. Четыре объекта станции. Находится непосредственно сейчас. Они арендованы из нетержанных, что я перебил. Эти четыре сейчас вокзала, арендованные нашей компанией, это Юг Комплекс Ресурс, который заключен договор непосредственно с хозяином и собственником проминвестхолдинга. Еще объясню, почему так происходит. Вот эти между собой привели к тому, что на уровне договоренностей наших там первых лиц идет команда, вот все предприятия, вот в Крыму особенно, которые попали под национализацию и под выкуп имущества, не перегистрировать их в налоговое, под любым предлогом. Люди по шесть раз дают документы, абсолютно соответствующие законодательства, им приходит ответ, решение, что вас нельзя зарегистрировать. Почему? Ну, вы нарушаете закон. А что мы нарушаем? Нарушаете закон. А конкретно что? Конкретно закон. То есть, ну, вообще, абсолютно сейчас все это в судах, и поэтому там бы мог спокойно зайти и проминвестхолдинг, то собственник работать, мог зайти и Крымавтотранс, который сейчас на стадии перегистрации, то есть, как было раньше. Но ввиду того, что вот эти постоянные проблемы с перегистрацией отдали в оперативное управление вот ЮХ, как он? ЮХ, комплекс ресурсов. Да, вот создали предприятие, чтобы он спокойно работал. Потому что все специалисты, которые уже там по 20 лет работают, они остаются работать и хотят работать дальше. Ваши дальнейшие действия? Ну, во-первых, скорее всего, не то, что скорее всего, я еду в Москву, буду там делать пресс-конференцию. У меня 1 апреля рассматривается в Верховном Суде мое заявление о признании закона о выкупе крымского недействительным. Это уже стадия апелляции. Я перед 1 апреля дам большую пресс-конференцию по поводу всего того, что происходит в Крыму. Пускай они там... Они знают в узких кругах, но пусть это узнает более широкий будет общественность. Ну и, соответственно, будем все обжаловать. Вот в Следственный комитет мы написали. Каждый день мы подаем заявление в Следственный комитет по каждому факту каждого дня. И как только будут первые ответы, мы будем смотреть на них, будем их обжаловать, будем требовать возбуждать уголовные дела и привлекать к ответственности. И, соответственно, будет еще иск в арбитражный суд по устранению препятствий в праве собственности. Но это тормозится только одним перерегистрацией предприятия, чтобы оно могло пользоваться своими правами, защищать свое имущество. Так что весь комплекс законных мер они будут сделаны. Ну и вот в том числе пресс-конференции, то есть привлечение внимания и так далее. Вы бы могли еще раз только немножко более развернуто рассказать о последствиях вибиранции того, что сейчас происходит в первую очередь для собственников и для людей, которые работают в том числе и севастопольских. Можно большое уточнение? Чтобы мы коснулись не только автоперевозок, а вообще всех объектов, которые национализированы в Севастополе. То же самое северного завода. Ну смотрите, я только свою субъективную точку зрения выскажу. Вот кто больший патриот Российской Федерации, России? Тот, кто говорит давайте жить по закону или тот, кто говорит не надо жить по закону, нужно жить от ситуации. Вот у нас сейчас такая ситуация в Крыму, мы присоединились и вы понимаете, кто такой Порошенко? Это же сволочь, которая там людей убивает на Донбассе. И как можно позволить ему завод? Ну подождите, есть Конституция Российской Федерации, которая прямо говорит, что без решения суда нельзя лишить человека права собственности. Кого бы угодно. Тем более там есть норма в Конституции, которая говорит, что все люди равны перед законом. Давайте отбросим эти все вещи и говорить чисто юридически. Есть гражданский кодекс, который говорит, что национализация возможна только на основании федерального закона. Федерального закона нет. С 2002 или 2003 года Российская Федерация его не приняла. Но раз такой серьезный вопрос стал, да, этических норм, нужно принять закон о национализации и на соответствии с законом национализировать все, что попадает под этот закон. Это воля народа, от лица народов выступают депутаты, Госдумы, Совета Федерации, представители, губернаторы. Почему здесь должен этот вопрос решать один человек меняяло? Какие бы не были его положительные или неположительные намерения? Поэтому я считаю, что этот вопрос, во-первых, решен незаконно, это раз. А второе, этические нормы пусть они оставят для мемуаров после, ну, на пенсию, когда уйдут, книжки писать. Поэтому, ведь, вы понимаете, Крым сейчас находится под такой пристальным вниманием не только Российской Федерации, но и всей мировой общественности, всех СМИ мировых. Их вот на 90% их всех сейчас интересует, что здесь будет с собственностью. Ведь собственность это стабильность. И они очень как бы, ну, понимаете, давать повод для того, чтобы себя в очередной раз сказать, что мы не уважаем закон, я считаю, что неправильно. Поэтому национализация сегодня в таком виде вот этого Севморзавода это незаконно и неправильно. Сергей Анатольевич, у меня еще к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Севморзавод Татранс он как-то уже изменил политику, которая велась до этого или пока только на ваших же рельсах работа? Севморзавод Татранс сейчас в данной мангете создают так прямое государство и унитарное предприятие, которое находится непосредственно на площадях и помещениях, которые им арендуют нашим предприятиям. Значит, я вам просто хочу предысторию немножко рассказать. Вот это все предприятия, которые были и все станции принадлежали де-факто принадлежат русской общине Соболь. Это возглавляет ее старейшина русской общине Соболь храмов Виталий Петрович. Как вы знаете, во времена Украины естественно оформлять невозможно было на тех собственников такие площадя и такую недвижимость, потому что у нас служба на три буквы, то есть СБУ все бы у вас забрала. Естественно, Виталий Петрович все это время помогал русскими организациями. Даже будучи депортированным, он координировал все наши действия здесь непосредственно в Крыму и продолжал финансирование. Русская община Соболь на нее наложены санкции Евросоюзом. Что предразумевает под себя санкции? Санкции подразумевают под себя замораживание активов, замораживание даже недвижимости и так далее. Судя по всему, Госсовет непосредственно в Крыму по-моему работает на Евросоюз, так как накладывает санкции на организации русской общины Соболь. Потому что ни одна организация здесь в Крыму не наложены санкции, кроме на русскую общину Соболь с общественных организаций. Естественно, влечет к чему? Посмотреть на все, что в данном моменте происходит, тут Жанн Викторович сказал с точки юридической. Я скажу просто как обыватель обыкновенный, даже то же самое с человеком, который раньше занимался бизнесом. Тоже занимался, у меня была непосредственно структура, куда приходили СБУшники и говорили, значит, в эту фирму ни одного клиента, ни одного груза, чтобы не поступало. Вот они делали все для того, чтобы уничтожить, скажем, финансовую мою составляющую. Потому что я был оппозиционным депутатом здесь и работал в русской общине Соболь, и контактировал с русскими организациями. В течение 15 лет боролись здесь с украинским режимом коррупционным. И я вам скажу так, что ни один нормальный инвестор сюда не будет вкладывать никакие средства, посмотрев на это обстоятельство, которое в данный момент происходит здесь. Ни один нормальный инвестор не положит все деньги, не внесет сюда. Потому что ему нужно стабильность, ему нужен закон, где он придет, купит все эти помещения, образно говоря, где вложит какие-то средства для того, чтобы дальнейшие зарабатывать деньги. Вы, если хотите убедиться, как оно сейчас работает, да правильно, оно работает на старых рельсах, как говорится, то, что было. Вы можете прямо сейчас сесть, я вас могу подвезти, кого там, кто в машину влезет, просто посмотреть, что там сейчас происходит. Поговорить с водителями, заключены ли с ними договора. Прошло уже сколько? Может 10 дней больше. Я думаю, что нет. Стоит какой-то мальчик, взимает деньги за въезд. Как эти деньги оприходуются? Вы на эти вопросы понимаете, если это ГУП, это государственное инвентарное предприятие, его учредителем является, не знаю, кто там должен являться, муниципальное образование, то там должно быть настолько все безукоризненно, что это же лицо этого образования, этого правительства. Вы пойдите посмотрите, что там сейчас происходит. Ничего там не происходит. Все рассчитано на то, что никто не пройдет, не проверит. Все жалобы, которые бы поддаваться, все в корзину спустятся. Вот так они сейчас и работают. Поэтому я вам могу сказать, что как захватили Крымавтотранс с сентября по вот считайте, марта, они наработали так, что мы несколько раз, вы понимаете, что такое захватили? Объясните, как это произошло? Примерно, да? То есть председатель комитета по транспорту увольняет своим приказом, не увольняет, отстраняет от работы директора частного акционерного общества и бухгалтера. Ну, бред же, в силу ЭКБ. Но, тем не менее, пришли с самообороны, выгнали, посадили. Вырезали самостоятельно печать, потому что печать им не отдали. Открыли счета, инкассаторов на автостанциях забрали деньги, физически сказали, вы что не видите, кто мы? До свидания. Они отдали и ушли. И стали с этого дня все деньги забирать. И вот мы требовали проведения аудита, потому что они зашли в акционерное общество, мы требовали аудита, нам ни одного аудита не позволили сделать. Но зато мы потом узнаем, что миллион рублей они отдали ГАИ, ДПС, на покупку вот этих электронных билетики, просто так отдали, как помощь. Потом мы узнаем, что они вот в цене билета в Украине закладывалась страховка. То есть человек, когда покупает, он уже застрахован, едет в автобусе застрахованный. Но Крымавтотранс, он должен эти деньги вот эти со страховки перечислить страховой компанией, он как транзитер. То есть он с ценой билета подсчитали, отдали все. Они эти деньги страховым компаниям не перечисляли. Сейчас иски в судах, ничего не отдавали. Результаты их работы. Когда была передача? В прошлую пятницу у нас там на все как есть, или как-то так, на ГТРК. И там Керченская АТП задала вопрос Цуркину, министру транспорта Крыма, что Крымавтотранс должен нам миллион восемьсот, по-моему, рублей. Ну, тот как бы сказал, что вы бы поменьше разговаривали, а то и вас национализируем. То есть они там наруководили так, что Крымавтотранс сейчас, можно сказать, банкрот. Они его полностью разграбили. Понимаете? Я не хочу применительно к этой, ну, к вашему, к Севастополу, потому что он не имеет как бы никакого отношения фактически. Но я говорю, что было в Крыму, как оно происходило. Понимаете, вот у нас вот Сергей Валерьевич Аксенов, он хочет возродить, я так вижу, в Крыму, как бы СССР, который раньше был, он хочет, чтобы все, услуги, товары, работы в Крыму производились государством, то есть государственным инвентарным предприятиям. Они создают там торговые сети Крыма, там какая-нибудь там рыба Крыма, ну, все что угодно, вот эти государственные инвентарные предприятия. Под это дело они отбирают у бизнеса имущество, хочет, чтобы оно работало. Но не будет оно работать, ну, было у нас уже СССР. Но отсутствие конкуренции, это обычные экономические принципы, оно породит, ну, просто упадок этого всего, ничего это развиваться не будет. Вот я не хочу, чтобы Севастополь шел под ком пути. Есть рыночная экономика, ну, давай, ну, это же политика государства, тем более, что Москва говорит, что Путин говорит, прекратите издеваться над предпринимателями, соблюдайте право собственности, он же гарант Конституции. Это все, как бы, говорится, месседжи даются, но на самом деле, пока эти месседжи сюда долетают, я уже так вижу, да, их как-то извращенно воспринимают. На самом деле, правительство должно создавать условия, при которых развивается бизнес, идут инвестиции, а не создавать условия, при которых мы все зависим от мнения главного чиновника. Вот он сейчас захочет, скажет завтра, заходите, работайте, и мы зайдем работать. Он не захочет, мы не работаем. То есть, не закон, а мнение Сергея Ивановича. Но это же неправильно. Кстати, хочу вам напомнить, зайдите на сайты автостанций России, вот у нас 86 федеральных субъектов, да, властей. Вот из них с 86 9, по-моему, я только не ошибаюсь, не приватизированные. Остальные все станции находятся в частной собственности. Это из мифа того, что в России все станции должны быть в собственности государства. Это миф. Ничего подобного. Это вот, зайдите, посмотрите, найдете. Вот, кстати, по поводу, так скажем, так называемой национализации в Крыму. Вы знаете, что в Крыму даже нашли стратегический объект, двухкомнатную квартиру на Ивана Франка. Вот она национализирована, стратегический объект. В Армянске двухкомнатная квартира стратегический объект тоже национализирована. В Судаке туалет стратегический объект национализирован. Серьезно вам говорю, вы можете зайти и посмотреть на сайте правительства Крыма. Какие-то я слышал, два трансформатора в Каменке под Симферополем тоже национализированы. Навес, навес, по-моему, Феодосия, если не ошибаюсь, тоже стратегический объект, тоже национализирован. Так это что, что-то получается? Изначально, если будут вот так вот руководить и приходить люди такие вот законы издавать, то мы так лишимся и своей земли, которую мы референцировали, и своих квартир. Ну, как это? Что это же такое? Что это же такое за государство? Хотя Владимир Владимирович четко говорит, что частная собственность и частная собственность. Прошу посмотреть, вот вы обратили внимание, когда он выступал перед милиционерами, да, полицией, что он сказал? Что обратите внимание, рейдерский захват участившийся в Крыму и Севастополе. Четко аргументировал вопрос. А здесь у нас они, получается, продолжают, судя по всему, информация, которая здесь происходит, не доходит до Москвы. Поэтому мы решили проводить нечетвертую конференцию в Москве, чтобы ее услышали. Сейчас подготовим документацию всю и будем отправлять на аппарат президента Российской Федерации, чтобы об этом знать. Потому что здесь, получается, руководят чиновники наши, местные. Все, спасибо. Есть какие-то еще вопросы? Всю вас. Всю вас. Продолжение следует...